Дни памяти святых царственных страстотерпцев отмечают и по всей Екатеринбургской митрополии. Святую преподобному ученицу Елизавету считают небесной покровительницей Каменской епархии. Ее память здесь чтут особо. Малыши возводят не просто башню из разноцветных кубиков и конусов. Это будет, говорят они, настоящий дворец. Его обитатели будут жить в мире, любить животных и выращивать красивые растения. Сами же маленькие миротворцы мастерят цветы своими руками. Я тоже помогла сделать ромашку. Я лепесточки делала от нее. Старшие воспитанницы вместе с преподавателями творят более сложные композиции. Их цветы и поделки для Дней милосердия и благотворительности «Белый цветок», который проходит в Алапаевске в память о великой княгине Елизавете Федоровне. Само название праздника с глубоким духовным смыслом. Праздник, наверное, белый цветок. Праздник чистоты. Праздник чистоты. Невинности. Еще. Белый цвет, цвет миленности. Лепесток к лепестку, листочек к листочку. Получается вот такая одухотворенная красота. Ребята творят для и во имя любимой святой и святых царственных страстотерпцев. Мне кажется, помазанник Божий будет всегда сопровождать нас, если мы будем милиться. Мне кажется, даже после смерти будет стоять за свою страну. Царских дней здесь в приходе во имя иконы Божьей Матери умиления всегда очень ждут. Паломническая группа разновозрастная группа разновозрастных прихожан едет в Алапаевск и примыкает, как приток к большой реке, к крестному ходу, к богослужениям, к общей молитве в память о святой преподобном ученице. Для нас это хоть как-нибудь, хоть совсем чуть-чуть прикоснуться к той святости и к тому подвигу, который совершила преподобная мученица Елизавета Фёдоровна. Прикоснуться к её чистоте и свету, и под её святым покровом самим стать чище и светлее.